Сейчас мы приступим к следующей теме, и это тема о том, кто такие ресурсные центры, потому что один из первых вопросов, то, с чего мы начали сегодня, то, с чего начала Елена Темичева, про то, что прежде чем упаковываться и продвигать себя, надо понять, кто ты и с кем ты работаешь и что ты делаешь, то есть надо понять, что упаковывать. И мы сегодня хотим эту сессию посвятить как раз тому, чтобы обсудить тему, кто такие ресурсные центры, как и откуда они появляются, как они находят свое место и своих клиентов, что они делают и как они коммуницируют с теми, для кого они работают. Четыре спикера у нас сегодня будет на этой сессии, и позволю себе начать, и еще раз представлюсь, Михаил Марина, директор Архангельского центра социальных технологий «Гарант». Как раз я хочу рассказать о том, кто такие ресурсные центры и их услуги, и как вообще это бывает. И сразу вместе со мной сейчас в эфире Наталья Каминарская, Центр благосферы Алла Балашова, организация служения Next Нижний Новгород, и Виктория Щелкова, один из организаторов нашего марафона. Конечно, Виктория обещала нам, что она будет отслеживать вопросы, которые будут нам задавать, а мы, хотя у каждого из нас есть свой блок выступлений, своя тема, но мы хотели бы еще и все вместе порассуждать на тему работы ресурсных центров. И чуть позже к нам присоединится еще один участник нашего блока, это Маслова Александра, который расскажет о правилах эффективной коммуникации с клиентами. Ну и раз уж микрофон у меня включен, позволю себе вывести на экран презентацию и порассуждать о том, кто такие ресурсные центры и каким образом строится их работа. Так, сейчас одну секундочку, что-то не очень он хочет в полный экран выводить. Надеюсь, что вам хорошо видно. И сразу хочу сказать, что в этой презентации, которая подготовлена, которая на самом деле подготовлена на основе почти двухлетней работы, В течение этих двух лет экспертной группой, с которой присоединялись разные ресурсные центры, мы пытались найти классификацию и систематизацию ресурсных центров для того, чтобы попытаться каким-то образом структурировать те ресурсные инфраструктурные организации, которые работают и помогают развиваться некоммерческому сектору. И сейчас в этой презентации я предложу вам и расскажу о той типологии, которая у нас получилась. Хочу сказать, что за вот эти два года она уже как минимум трижды кардинально менялась. Мы делали для себя какие-то выводы и открытия, много спорили. И мы не претендуем в этой презентации на какую-то единственную правильную классификацию, потому что одна из важных вещей, которую мы понимаем про инфраструктурные организации, в частности про ресурсные центры для некоммерческих организаций, что все они очень разные, очень специфические, их работа зависит от той территории, на которой они работают, той тематики, в которой они работают. И эта попытка в первую очередь направлена на то, чтобы мы в том числе и научились рассказывать о себе. И новые ресурсные центры, может быть, чуть легче им было понять, в какой нише они хотят занять то или иное место. И просто для того, чтобы мы сказали, что у нас сегодня онлайн-марафон ресурсных центров, конечно, мы очень рады тому, что к нам присоединились и другие организации, но мне бы хотелось сейчас именно сфокусироваться на определении, что такое ресурсный центр. И в этом отношении это, наверное, важно и самим ресурсным центрам, может быть, еще раз для себя сказать, кто я такой, да, и променяли это. И для других некоммерческих организаций, для того, чтобы оглянуться вокруг и посмотреть, а нет ли рядом кого-то, кто является вот таким ресурсным центром. Или вдруг, может быть, вы что-то обнаружите у себя, да, вот как признаки ресурсного центра. Итак, ресурсный центр – это организация, которая оказывает информационную, консультационную, образовательную, организационную и так далее. Не буду до конца дочитывать. Вы все видите на экране поддержку инициативным группам, некоммерческим организациям, социальным учреждениям. Это как бы одна характеристика. И вторая характеристика – это ресурсный центр создает условия для развития некоммерческих организаций и способствует развитию межсекторного взаимодействия, тому, чтобы внедрялись новые социальные технологии, формировалась среда, которая способствует общественному развитию. То есть ресурсный центр фактически осуществляет два вида деятельности. Это прям конкретные услуги и конкретные продукты для конкретных целевых групп. И кроме того, еще работает, мы это иногда называем вскапыванием асфальта. То есть создает поле, на котором потом легко было бы расти некоммерческим организациям, различным инициативам и выстраиванию разного рода партнерств. И вот здесь сейчас на экране есть некоторая характеристика, как нам кажется, особенностей работы ресурсного центра. Это то, что ресурсные центры для некоммерческих организаций, а мы сейчас даже говорим немножко шире, инфраструктурные организации, которые работают для развития некоммерческих организаций, фактически работают в трех ключевых направлениях. Их задача вовлекать граждан в общественную деятельность. Второе их направление – это оказание поддержки непосредственной и формирование условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций. И третье направление – это распространение новых технологий, лучших практик работы в социальной сфере, то есть всего того, что может повысить качество работы некоммерческих организаций и, соответственно, в дальнейшем повлиять на решение тех социальных задач, ради решения которых они созданы. Ну вот здесь сейчас на экране один из наших предложений, как нам кажется, классификации ресурсных центров. И я сейчас объясню, почему мы несколько раз меняли подход и название в этой классификации, обсуждали очень много по поводу того, на какие же группы можно разделить эти самые ресурсные центры, и все-таки пришли к выводу, что это вот три такие базовые большие группы, на которые нас можно разделить. Ну, в первую очередь, это универсальные ресурсные центры, иногда их называют многофункциональными, иногда их называют комплексными. Мы нашли им такую очень конкретную характеристику. Они занимаются всем, для всех некоммерческих организаций. То есть это такие на все руки от скуки, и шьем, и вяжем, и порем, и сажаем овощи, и закатываем варенье в банки. Мы, в общем, все на свете делаем для всех некоммерческих организаций. Как правило, такие ресурсные центры работают в регионах или в муниципалитетах. То есть они работают на уровень конкретных территорий и работают вот со всеми запросами, которые к ним идут. И в этом отношении это такие организации, которые могут делать практически все. Есть другая группа, кстати сказать, именно с таких организаций начинались ресурсные центры. Именно они стали появляться первыми. Есть следующая группа ресурсных центров. Это отраслевые ресурсные центры. В других источниках часто используется характеристика, как тематические ресурсные центры. Это другая группа организаций, и про них можно сказать определение такое. Они занимаются всем, так же как универсальные, но только для определенной группы некоммерческих организаций. То есть для определенного круга НКО, не для всех. Ну, в качестве примера, например, могу привести Архангельское отделение Всероссийского общества глухих, которые прислали ресурсным центром для организаций, работающих с инвалидами. Они оказывают им все виды услуг, но берут в свои клиенты только организации, работающие с инвалидами. Или, например, это организации, которые, ну, например, любая организация, которая занимается помощью бездомным, знает, что ей можно обратиться в ночлежку, которая фактически является таким ресурсным центром для тех организаций, которые решают проблему людей без определенного места жительства. Отраслевые ресурсные центры, сейчас их появляется все больше, и это вызвано в том числе и тем, что многие некоммерческие организации уже глубоко работают со своими целевыми группами или с какими-то конкретными направлениями деятельности, и в этом отношении они стали профессиональными, они владеют технологиями именно в определенной сфере работы и готовы этими технологиями делиться. И есть еще одна группа ресурсных центров, мы назвали их специализированные или профильные, и у них несколько другая характеристика, они работают для всех НКО, так же как универсальные, но по определенному профильному направлению, то есть они закрывают какую-то определенную тематику. Ну вот, например, в этой группе можно привести пример, юристы за гражданское общество, любая некоммерческая организация, но конкретно по определенной тематике, по правовым и юридическим вопросам, или клуб бухгалтеров и аудиторов, любая некоммерческая организация, но конкретно по вопросам бухгалтерского учета в некоммерческом секторе. То есть это организации, которые работают по определенному направлению, И таких направлений может быть достаточно много. Например, это информационное сопровождение. Вот сейчас мы разговаривали утром как раз о позиционировании и продвижении, и был вопрос, есть ли какие-то специальные организации, которые бы этой темой занимались. Вот агентство социальной информации, например, как раз в определенной степени это ресурсный центр для всех нас, потому что они обеспечивают нам информационное сопровождение, оказывают помощь в позиционировании и так далее. Ну вот с юридическими правовыми аспектами и с бухгалтерским учетом я уже привела вам пример. Но нетрудно догадаться, кого можно привести в пример как ресурсный центр по IT-технологиям. Сейчас мы очень часто заглядываем на сайт и на вебинары этой организации, которая всячески продвигает разные технологические вещи, важные для нас в онлайн режимах. Это, конечно, я говорю сейчас о теплице социальных технологий. Есть организации, цель которых заниматься финансовой поддержкой некоммерческих организаций, да, или поддержкой, например, развития инфраструктуры благотворительности, как это делает Фонд развития филантропии КАХ. И в этом отношении появление таких специализированных организаций, которые закрывают конкретную узкую тему, крайне важно, потому что они глубоко знают эту тематику, да, это направление. И мы понимаем, что они высоко профессиональны в этих вопросах. И наличие таких организаций, и вернусь на слайд назад, и отраслевых, и специализированных в определенной степени помогает универсальным ресурсным центрам хорошо выполнять свою работу. Потому что там, где они не имеют глубоких, например, знаний, или им не хватает экспертного потенциала, они могут пользоваться как раз партнерством с отраслевыми и специализированными ресурсными центрами. Немножко подробнее я хотела бы остановиться на работе универсальных ресурсных центров, потому что, как мне кажется, сегодня в нашей аудитории большинство участвующих ресурсных центров как раз представляют вот эту группу ресурсных центров. И мне бы хотелось немножко остановиться на том, чем они, как правило, занимаются, да, и какие направления закрывают. И я не буду заниматься перечислением этих направлений. Я хочу просто остановить ваше внимание на то, что очень часто, когда вот в поле ресурсных деятельностей появляются новые организации, и они обращаются, например, за консультациями, очень частый вопрос, ну а в каком направлении нам развиваться, да. И в этом отношении важно понять, что универсальные ресурсные центры, конечно, оказывают целый спектр услуг и закрывают очень много направлений деятельности. И я думаю, что об этом немножко поподробнее после меня будет говорить Алла Балашова. Но для того, чтобы определиться, в каком поле вообще ресурсный центр, универсальный ресурсный центр может работать, вот можно взглянуть на эти ключевые направления. И здесь я хочу сказать, что вообще-то здесь должен быть еще один буллет, и должно быть написано ИДР, да, потому что в этом отношении крайне важно понимать, что ресурсный центр работает в том направлении, в котором он является экспертным и профессиональным, и в том направлении, которое необходимо на той территории, на которой он работает. Я уже сказала ранее, что универсальные ресурсные центры чаще всего это центры, работающие на определенных территориях, регионах или муниципалитетах. И обратите, пожалуйста, внимание, что здесь вот в ключевых направлениях первым и последним пунктом написано два направления. Я потом к ним еще раз вернусь, но обратите внимание, что практически все ресурсные центры занимаются в той или иной степени вовлечением жителей в общественную деятельность и формированием местных сообществ, вообще активности людей. Потому что фактически тем самым они формируют себе тех вот клиентов, с которыми они потом будут работать. То есть они как раз формируют те группы активных людей, которые дальше становятся зарегистрированными некоммерческими организациями или устойчивыми инициативными группами. То есть создают вот эту вот базовую основу для развития некоммерческого сектора. И дальше все направления понятны. Это работа уже с активными группами некоммерческими организациями. И последний пункт – это создание условий для формирования благоприятной среды и развития общественной активности. То есть ресурсные центры часто занимаются в том числе и тем, что они вкладывают очень много усилий в то, чтобы создать условия для того, чтобы все это развивалось. То есть занимаются такой стратегией вперед, деятельностью как бы на опережение. И это очень важное направление работы ресурсных центров. Но как вы посмотрите дальше, далеко не все ресурсные центры этим занимаются и далеко не сразу они начинают этим заниматься. И вот как раз в продолжение того, что я только что говорила, я хочу обратить ваше внимание на еще одну достаточно условную классификацию ресурсных центров. Но когда мы проводили исследования и проводили экспертные интервью с разными по уровню развития ресурсными центрами, у нас получилось, что вот очень условно ресурсные центры можно разделить на три группы. Первая группа – это те ресурсные центры, которые занимаются непосредственным оказанием услуг, на которые уже сформирован запрос. То есть есть, например, некоммерческие организации, которые хотят поучиться. Угадайте, чему? Чему у нас все некоммерческие организации прям сразу хотят поучиться? Самые востребованные семинары. Да, вот мне, значит, суфлируют, а вы, наверное, пишите в чате, мне, к сожалению, не видно его, потому что у меня демонстрация экрана включена. Что прямо очень сильно все некоммерческие организации хотят поучиться фандрайзингу и бегут с этим запросом. Он прям сформирован, формировать его не надо, только напиши, учу фандрайзингу и прям сразу все приходят получать эту услугу. Правда, они приходят не учиться, если честно, а за волшебной палочкой. Но это уже нюанс. Есть еще одна такая же очень востребованная тема, это социальное проектирование. Но тоже приходят на самом деле не за тем, чтобы научиться часто социальному проектированию, а за тем, чтобы узнать, где лежит волшебный карандаш, который пишет проекты, которые всегда выигрывают. Но в любом случае это сформированный запрос. Таких запросов на самом деле много. И есть ресурсные центры, которые ровно отвечают на эти запросы. Что называется спрашивайте, отвечаем. Не спрашивайте, не отвечаем. И это чаще всего с этого начинается работа ресурсного центра. То есть очень часто организация начинает свою деятельность именно с того, что видит вот эту востребованную услугу и отвечает на нее, оказывая, видит запрос и отвечает на нее оказанием конкретной услуги. В процессе развития ресурсные центры начинают понимать, что мало только оказывать услугу, на которой уже есть запрос. Поскольку ресурсный центр это организация, которая, ну раз он ресурсный и к ней ходят за ресурсом, значит эта организация либо больше знает, либо больше умеет, да, либо имеет больше информации, больше, да, то есть имеет больше возможностей. Именно поэтому она ресурсная. И соответственно ресурсные центры по мере развития начинают понимать, что мало только оказывать услуги здесь и сейчас, которые уже востребованы, необходимо заниматься формированием запроса на новые услуги, да, или внедрением новых технологий. Потому что они где-то эти технологии увидели и они могут их помочь внедрить. Они знают, что, например, скоро потребуется, ну как в свое время ресурсные центры первыми узнали, что скоро надо, скоро государство начнет быть готовым платить за социальную услугу, в том числе некоммерческим организациям. И начали активно продвигать семинары для некоммерческих организаций, как войти в реестр поставщиков услуг, как вычленить из своей деятельности социальную услугу, да. И было очень вот показательно, что ресурсные центры уже были готовы это делать. В Хабаровске, например, был создан прям специальный ресурсный центр для поставщиков социальных услуг, прям чтобы только этой тематикой заниматься. Но запроса на эту услугу на самом деле еще не было. И ресурсные центры стали заниматься тем, что они формировали этот запрос. То есть объясняли, почему это будет нужно, какие от этого будут выгоды, значит, какие можно получить преимущества, почему важно внедрять эти технологии. И вот когда ресурсный центр до определенного уровня развивается, он понимает, что для него это задача, он должен этим заниматься. Потому что тем самым он как раз тоже развивает некоммерческий сектор. Не просто отвечает на его запросы и обслуживает, как какая-то консалтинговая группа, а именно занимается развитием. То есть вносит новое что-то, чего некоммерческий сектор пока еще не требует, да, и у него нет еще на это запроса. Ну и наконец, следующий этап, третий этап в нашей классификации, это ресурсный центр, который уже прошел первые два вот этих уровня своего развития, да. Это ресурсный центр, который готов заняться созданием условий для развития инициатив и некоммерческих организаций. То есть он не просто формирует новую потребность у некоммерческих организаций, он создает условия для того, чтобы появились какие-то новые технологии, которые потом будут нужны некоммерческим организациям, чтобы они эффективно работали. Или появились новые возможности для того, чтобы потом некоммерческие организации могли лучше развиваться. Ну, в том числе, например, ресурсные центры занимались тем, что и на федеральном, и на региональном уровне продвигали идею программ поддержки некоммерческих организаций, внедряли и показывали преимущества конкурсных механизмов, да, и помогали тому, чтобы там, участвовали в том, чтобы появились грантовые конкурсы на всяких уровнях, да, от федерального до муниципального. Для поддержки некоммерческих организаций занимаются развитием разных программ с бизнесом для того, чтобы некоммерческие организации могли дальше, например, получать поддержку на свои программы и проекты. То есть в этом отношении организация начинает заниматься работой на перспективу, вперед, пока еще даже непонятно, прорастет ли здесь что-то, но вот эти вот усилия создают условия для того, чтобы потом можно было внедрять новые услуги, появлялись новые некоммерческие организации, им было легче развиваться и так далее. Обратите внимание, что как раз на третий уровень нельзя прийти сразу, если не пройдены первые два. И это не потому, что вот, ну то есть не работает такой подход, давайте мы возьмем крутых экспертов и прям сразу начнем влиять на все. Дело в том, что для того, чтобы организация стала влиять на какие-то изменения, на перспективу, да, у нее должен быть наработан опыт, знание, имидж, она должна быть признана. Поэтому прежде чем, да, рвануть вот в третий уровень, нужно пройти первые два. При этом я что хочу сказать, что для того, чтобы работать на вот этом третьем уровне, нужно обязательно пройти первые два, но совсем не обязательно доходить до третьего уровня. То есть есть организации, которые для себя определились, что они занимаются исключительно оказанием услуг на сформированный запрос. Или оказанием услуг и развитием новых услуг, да, но ни в какие там следующие этапы они не включаются, осознанно понимая, что у них может быть нет сил или знаний или компетенции, или просто они считают, что для их организации это не нужно. Это нормально. И важно показать, что вот здесь на слайде тоже отражено, что в переходе на следующую ступень развития ресурсный центр не прекращает деятельности на предыдущих ступенях, да, потому что нельзя быть на третьей ступени, если ты руками ничего не делаешь. Если ты просто, тогда ты просто превращаешься в экспертную организацию, да, но эта экспертность, мы знаем, как сейчас бежит время, эта экспертность очень быстро убегает, да, потому что все двигается вперед, а ты остаешься с той старой экспертностью, которая у тебя наработана давно. И поэтому здесь очень важно, что ресурсные центры, переходя с одной ступени на другую, как бы остаются и делают то, что они делали и раньше. И, конечно, переход с одной ступени на другую, он не бывает так, сегодня я на первой ступени, а завтра я на второй. Все, я уже вырос, все, делаю шаг и перехожу на вторую ступень. В этом отношении, конечно, это такое плавное динамическое развитие, которое иногда организация и сама не замечает, как она уже включилась в то, чтобы внедрять новые технологии. Ну и еще хочу обратить ваше внимание, что для большинства ресурсных центров клиентами являются не только некоммерческие организации, но и в том числе активные граждане. Потому что если не развивать вот эту самую гражданскую активность, то у нас с вами и с некоммерческими организациями потом будет беда. И поэтому большинство ресурсных центров активно работают с инициативными группами, просто с лидерами, с активистами, вовлекают их в разную деятельность. Именно для того, чтобы формировалось вот это сообщество людей, которые готовы сами участвовать в общественной деятельности и решать социальные задачи самостоятельно. Ну вот я сейчас хочу показать вам вот эту картинку. Картинка была сделана Сибирским центром поддержки общественных инициатив. Руководитель этого центра сегодня будет выступать в третьем блоке нашего марафона, когда будет идти разговор о внутренних процессах. На что я здесь хотела обратить ваше внимание. Ресурсные центры часто жалуются, что очень трудно на самом деле найти поддержку на ту деятельность, которую они ведут. И когда мы, например, беседуем с бизнесом, бизнес говорит, ну вы скажите нам, какую конкретную услугу вы оказываете. И возможно мы будем готовы вложиться в эти услуги. Я еще раз повторюсь, что и Алла, и Наталья будут об этом немножко говорить, о том, о тех услугах, которые оказывают ресурсные центры. А я хочу еще остановиться вот на чем. Я думаю, что очень часто, вернее так, очень большая часть работы ресурсных центров остается как бы под водой, как айсбург. То есть на поверхности лишь небольшая наша деятельность, которую можно четко объяснить и показать, да, и показать непосредственный результат. Вот мы провели семинары, вот мы провели столько-то консультаций, вот мы поддержали там такое-то количество организаций, или столько-то из них пришло в наш каворкинг. Эти вещи, они наверхушки. Очень большая работа организации находится как бы в скрытом. Это работа по формированию вот этой самой среды. Потому что бы исследовать ситуацию, потому что бы пытаться найти возможности для внедрения новых технологий, для того, чтобы выстраивать межсекторное партнерство. И что греха таить, не только межсекторное, но и внутрисекторное. Вся эта работа, которая потом даст отсроченный результат, да, и повысит эффективность работы некоммерческого сектора, вся она находится как бы под водой. Ее не очень видно, не очень понятно, из чего состоит эта деятельность. И именно поэтому часто ресурсным центрам трудно упаковать себя. И трудно себя рассказывать, что конкретно мы делаем. Потому что когда мы начинаем говорить о конкретных услугах, да, о проведенных семинарах, консультациях и так далее, нам говорят, о, так вы консалтинговый центр, вот вы, оказывается, кто, да. Или вы учебный центр, раз вы тут семинары бесконечные проводите. И вот научиться видеть, да, и показывать ту работу, которая пока скрыта очень часто под... Вот под слоем воды, да, это очень важно для любого ресурсного центра. Уметь это показать. На самом деле, когда мы говорили о том, что вот эта вся деятельность по формированию среды, да, по вовлечению людей в общественную деятельность, по выстраиванию возможностей для того, чтобы некоммерческий сектор развивался, мы условно назвали вот так, что если организация этим занимается, то ее можно назвать центром общественного развития. И здесь я хочу сказать, что мы вдруг оказалось, что когда мы вот так для себя это сформулировали и попробовали спросить организации ресурсные центры, считаете ли вы себя центрами общественного развития, мы получили очень интересные ответы. Даже самые маленькие организации, работающие в муниципалитетах, которые буквально там совсем недавно даже созданы, говорили, да, мы в центре общественного развития, мы объединяем людей, мы формируем сообщество, мы делаем так, чтобы в нашем населенном пункте жить было лучше. И те организации, у которых много лет за спиной, которые занимаются как раз формированием там среды благоприятной, они тоже говорили, да, мы центр общественного развития, потому что мы создаем условия, чтобы все, некоммерческий сектор развивался, да, продвигаем какие-то новые идеи, технологии. И когда мы пытались разобраться, в чем же здесь, нам сначала показалось, что здесь какое-то противоречие. Мы никак не могли понять, ну, то есть понимали, что, наверное, как-то что-то не так в нашей системе, но никак не могли понять, что. А потом мы для себя вдруг обнаружили, что это действительно так. И совсем маленькие, только начинающие ресурсные центры занимаются общественным развитием. И крупные организации, которые влияют на развитие некоммерческого сектора в стратегическом плане, тоже занимаются общественным развитием, но занимаются они ими по-разному. И вот как раз сейчас я хочу вам показать вот эту разницу. Как бы есть два уровня работы вот в рамках общественного развития. Начинающие организации, которые, ну, и не только начинающие, да, но многие организации, которые относятся к ресурсным центрам, занимаются вовлечением жителей в общественную деятельность, формированием местных сообществ, да, воспитанием лидеров, стимулированием людей, чтобы они что-то делали вместе. Все это действительно занятие общественное развитие. Но при этом организация, такая организация, работает на уже сформированных возможностях. То есть уже есть какие-то технологии отработанные, уже есть чей-то опыт, уже можно у кого-то это посмотреть, кто-то до вас это делал, уже приняты какие-то законы, например, есть программа поддержки НКО, и, соответственно, мы говорим людям, вот вы поактивничаете, значит, вот объединяйтесь, придумывайте что-то, формируйте свои проекты, и вот их можно получить поддержку вот там-то, да. То есть это использование уже имеющихся возможностей для того, чтобы развивать местное сообщество и вот влиять на общественное развитие в какой-то определенной территории. То есть фактически это тактическая деятельность ресурсного центра, когда он использует имеющиеся возможности и вот выполняет эту функцию Центра общественного развития. А есть другой уровень, на который, чтобы выйти на этот уровень, нужно наработать опыт, имидж, нужно иметь экспертный потенциал. И этот уровень – это создание условий для того, чтобы можно было хорошо и благоприятно развивать общественную активность и некоммерческий сектор. То есть это такая стратегическая деятельность. Если в первом случае условия сформированы, и ресурсный центр делает тактические действия, то есть как бы запускает все эти механизмы, то во втором случае эти механизмы создаются для того, чтобы была возможность развивать вот эту общественную активность и некоммерческие организации. И я хочу сказать, что вот в этом поле, в стратегическом поле, направленном на формирование новых возможностей, в этом поле работает не очень большое количество организаций. Но при этом, если эти организации не взаимодействуют с теми, кто ведет тактическую деятельность, то есть риск, что они оторвутся от действительности и начнут формировать не те условия или не те вопросы ставить в приоритете. И поэтому нам показалось, что крайне важно выстраивать вот такое сетевое взаимодействие разных по уровню развития ресурсных центров для того, чтобы эффективно работать и ту, делать и ту, и другую работу. Но еще одна особенность работы ресурсного центра, которую мы заметили, и это подтверждают очень многие работающие ресурсные центры, что там, где ресурсный центр хорошо работает, кажется, что он никому не нужен. Ну, зачем он нужен-то? Он же вроде как ничего и не делает. Вот ровно потому, вспомните модель айсберга, потому что большая часть работы ресурсного центра как бы скрыта от глаз, да, и это такое, ну, он расчищает поле, чтобы было удобно ходить. И когда поле уже расчищено, вроде, а зачем нужно что-то было делать? И так же дорога чистая, хорошая, по ней удобно идти. Вот там, где ресурсных центров нет, там почти всегда нам задают вопрос. А почему у нас нет? А вы не можете у нас организовать работу такого ресурсного центра? И здесь ответ один – не можем, потому что ресурсный центр может быть только выросший в той территории, в которой он будет работать. Можно помочь ему вырасти, но прийти со своим уставом в чужой монастырь не получается, потому что ресурсный центр должен иметь имидж и узнаваемость на своей территории. Они должны быть своими. Ну, и вот здесь я еще заканчиваю уже. Да, я понимаю, что мои коллеги заскучали, уже тоже хотят немедленно начать рассказывать. Я хочу сказать, что вот возраст ресурсного центра, он на самом деле очень разный бывает. И далеко не всегда он совпадает с возрастом организации. И очень интересно, что на самом деле очень немного ресурсных центров, которые стали ресурсными центрами в момент юридической регистрации. Вот прям пошли и сказали, я пошел регистрироваться как ресурсный центр. Вот, с завтрашнего дня я прям ресурс. Чаще всего бывает по-другому. Иногда это бывает раньше, чем регистрация. То есть какие-то экспертные, экспертные квалификации, потенциал людей, которые потом создадут ресурсный центр, они начинают оказывать услуги некоммерческим организациям или активным людям, начинают вот как раз отвечать на запросы целевых групп и потом понимают, что они уже давно стали ресурсным центром, идут и регистрируют ресурсный центр. Или, например, что тоже часто бывает, что зарегистрированная некоммерческая организация работает и оказывает какие-то услуги, работает с конкретной целевой группой и потом набирает столько экспертного потенциала, что начинает делиться своим экспертным опытом с другими некоммерческими организациями и через какое-то время понимает, что вот она уже ресурсный центр. То есть она стала ресурсным центром позже, чем была зарегистрирована. Иногда бывает, и может быть кто-то сейчас вдруг себе сказал, ой, что организация работает и даже не подозревает, что она уже давно ресурсный центр. Просто она говорит, ну просто вот ходят ко мне, конечно, я консультирую. Ну, у нас же просто большой опыт подачи, разработки проектов. Вот ко мне все и приходят. И вот она уже совсем незаметно стала в определенной степени ресурсным центром, потому что оказывают услуги другим некоммерческим организациям. Ну и еще буквально несколько слов о том, какие есть характеристики у ресурсных центров. И вот одна из характеристик, которую мы обнаружили, что в ресурсном центре должны быть обязательно штатные сотрудники. То есть это не может быть пульсирующей организацией, в которой нет постоянных сотрудников, в которой то есть деятельность, то нет, потому что тогда она перестает быть ресурсной. То есть это постоянные сотрудники. Они, конечно, могут быть, работать на волонтерской основе, если вам так исключительно повезло найти приверженцев, которые вместе с вами в течение длительного времени на постоянной основе работают на волонтерских началах. Но уровень квалификации этих сотрудников должен быть высоким, потому что вы ресурс для других. Поэтому ваш экспертный потенциал должен быть выше. Если своих нет или хотя бы привлеченных, но на постоянной основе, то тогда организация, скорее всего, не сможет работать как ресурсник, потому что сообщество не будет видеть ресурсного потенциала. Скажет, ну а чего у них экспертов-то нет совсем. Еще очень была такая идея, долгое время ходила в высших сферах, что давайте прям вот введем понятие ресурсный центр и требования к квалификации сотрудников ресурсного центра. И вот оказалось, что практически невозможно оценить уровень ресурсного центра по квалификации сотрудников, потому что наибольший интерес и спрос у некоммерческих организаций на практические навыки и опыт, не на диплом и кучу сертификатов о том, что пройдены бесконечные обучающие какие-то курсы. Хотя это, конечно, не мешает никому. Но в большей степени запрос у некоммерческих организаций к ресурсному центру на практическую деятельность, на то, чтобы они не просто рассказали, как, а чтобы они сами умели это делать. И, соответственно, могли прям вот пошагово научить. А, к сожалению, квалификация практического опыта и деятельности далеко не всегда подтверждена официальными документами. Поэтому многие ресурсные центры не могут щегольнуть крутыми дипломами, но зато могут щеголять крутым опытом и тем, что они как раз признаны как ресурсной организацией. Целевыми группами ресурсного центра являются все перечисленные и у некоторых ресурсных центров другие ресурсные центры. Да, у нас есть ряд программ, которые идут, когда один ресурсный центр делает проекты для других ресурсных центров, стараясь передать свой опыт, знания, потенциал. Ну, например, наш проект «Школа тренеров некоммерческого сектора», в которой мы совместно с партнерами готовим тренеров для ресурсных центров, чтобы они могли хорошо вести интерактивные занятия для своих некоммерческих организаций. Я не буду останавливаться подробно на услугах. Эту презентацию можно посмотреть. Я только могу сказать, что у ресурсных центров есть как базовые услуги, то есть, которые встречаются у большинства ресурсных центров. Также и специфические, более редкие услуги. Не могу сказать, что они уж совсем редкие, но они встречаются реже. Это, например, сопровождение НКО, это привлечение средств для того, чтобы другие НКО финансировать, это outsourcing. И, соответственно, вот именно про эти услуги как раз и будет рассказывать Алла, которой я уже практически готова передать слово. Единственное, что еще хочу вам показать, но это вы сейчас видели в ролике, что все мы с вами можем присутствовать вот на этой карте, и тогда нам будет легче находить друг друга. И как раз в этой карте заложена та классификация, о которой я вам сейчас рассказываю.